Всем привет и по многочисленным просьбам я делаю обзор свежевышедшего патча. Во-первых, интерфейс. Вот появилась такая штука, полоса со всей статистикой о существующих сейчас в партии нациях, но ее надо включить. Открывается, включается она в настройках, интерфейс, и по-русски называется, очень странно, показать производительность в ленте интерфейса. Тут три варианта, либо просто выключено, либо показывать при наведении курсора. Вот я ее включу, покажу, как она работает тогда, а именно вот так. Ну, при наведении курсора мне кажется странным, когда включено всегда намного проще смотреть, что происходит в игре, то есть, особенно в сетевых играх, удобно видеть, как игрок мгновенно тратит куда-то деньги, что они куда-то ушли. Да, закрывает часть экрана, но на разрешении 1920 на 1080 вполне вменяемо, тем более, что она прозрачная. Было бы классно, если бы можно было вообще на кнопку назначить, то есть нажимаешь кнопку, ее держишь, и все это открывается, отпускаешь кнопку, или там просто на горячую клавишу оно скрывается. Но сделано вот так. В подсказках, куда ставить город, теперь конкретно объясняется, почему компьютер считает, что туда это лучше сделать, лучше поставить. Сейчас я найду место, где вот, например, тут он рекомендует ставить город. Если вы наведете на эту подсказку, ну вот, иконка города, то видите, что советник считает, почему здесь хорошо и почему плохо. Правда, в данном случае, обратите внимание, он не учитывает вообще лояльность, потому что тут минус 20 к лояльности, ему пофигу. Главное, что вот чужой континент, побережье, производительность региона. Чужой континент, это, кстати, для нации, за которую я сейчас играю, удобно. В общем, я все равно не рекомендую пользоваться советами компьютера, а самому решать, где ставить город, но почитать его советы, вот действительно, почему он тут считает нужным ставить, интересно. В докладах появилась вкладка слухи. То есть, здесь теперь пишутся все слухи, которые вам доступны. Более того, слава богу, можно удобно сортировать по нациям, по тому, к чему эти слухи относятся. Ну вот давайте возьмем, например, все и дипломатия. То есть, какие, как наш делегат что-то узнал. Или город, какие города, настоящее чудо, проведя электричество в город Валенсия, вот в Испании. То есть, действительно, вы можете брать какого-нибудь соперника, вот я там думаю напасть, предположим, на Манса Мусу. И смотрю, что же он тут в последнее время делал. Какие исследования обнаружил чудо-привода Мата Тепила, то есть, что он открыл. Удобно, надо к этому, конечно, привыкнуть, но это намного лучше, чем раньше были вот эти огромные выскакивающие надписи. Более того, сейчас слухи вот здесь маленьким окошком выскакивают в начале хода. Это тоже приятно выглядит. То есть, с интерфейсом поработали замечательно. И последнее, собственно, что в интерфейсе новое появилось, это вкладка энергии. Кстати, не знаю, какая горячая. Ноль, наверное. Нет, ноль. Ну, вкладка энергии. Теперь видно, в каких городах у вас есть энергия, а в каких ее стоит провести, чтобы она действовала. Тоже очень удобно, потому что я постоянно с этим путался, на самом деле. Видите, для улучшения города потребуется 6 единиц энергии. А сейчас пока ноль. По поводу генерации карт. Во-первых, появилось 2 новых карты. Вот это называется у нас «Малые континенты», на которые я сейчас играю. Можете посмотреть, как она выглядит. Это такие... Не такие маленькие континенты, как на некоторых, которые я в FIFA играл. В общем, такая приятная морская карта. И 7 морей. Ее вы можете увидеть в моей игре, которую я сейчас еще прохожу. Стримлю на божестве за Канаду. Огромная карта на 20 цивилизаций. Она такая большая пангея. То есть, если пангея раньше примерно занимала, ну не знаю, четверть всей карты, то 7 морей занимают большую часть карты, а море... Ну, как раз море где-то четверть занимает. И она такая... Суша там закольцована полностью. Интересные карты. Мне 7 морей понравилось. Кроме того, ресурсы теперь более-менее распределяются. Так, например, уголь может появляться в лесах. Вот в данном случае вот здесь он есть. Видите? Девственный лес. То есть, его не правда. Вот здесь он есть. Как в обычном лесе, так и в тропических лесах может появляться. А алюминий может появляться в тропических лесах. Благодаря этому распределение ресурсов на карте более сбалансировано. Немного поправили цивилизации. Например, Канаде дали дополнительное производство лесопилкам и еду лагерям на тайлах снега и тундры. Опять же повторюсь, что я сейчас стримлю Канаду на божестве. Сегодня вечером должны еще продолжения быть. У Франции теперь бонус за соседство с чудесами у уникального улучшения Шато удваивается в технологии авиации. В Германии Ганза получает плюс два производства от акведуков, каналов и дамп. Ну, это немножко изменили у производственного района, о чем раньше. Дальше. Но больше всего переработали Англию. И вот я специально поэтому здесь сыграл за нее. Конечно, вообще какая-то убернация стала на морских картах. Потому что, во-первых, она получает дополнительно уголь и железо с рудников. Дополнительно плюс два, ко всему прочему. Кроме того, доход от электрифицированных зданий плюс четыре становится. Ну, для примера, давайте вот открою. Вот здесь лаборатория, она электрифицирована в лице. Давайте глянем. Если она электрифицирована, дает восемнадцать науке. Восемнадцать. Просто восемнадцать. Если она не электрифицирована, как, например, в Лондоне, то просто шесть. Да? А при электрификации восемнадцать. И это не только зданий в научных касается. Я об этом дальше немножко скажу. Но самое крутое, теперь их уникальный район, гавань которая, дает плюс десять к ресурсам, к накапливанию ресурсов. То есть то, что раньше требовалось для накопления в военных лагерях строить, казармы, оружейные, чтобы накапливалось, то для Англии достаточно построить их гавань. Это просто, немножко ввожу в заблуждение, не просто гавань, здания в гавани. То есть здания в гавани для Англии выполняют роль зданий в военных лагерях для всех остальных наций. Но при этом же они еще дают и всякие бонусы, там, на пищу, на золото, на караваны. И как будто этого мало. Каждая гавань, именно гавань, без зданий, когда строится, дает вам морской юнит. Представляете? То есть я вот строил в процессе, то мне сначала галеры давали, дают самый современный морской юнит. Когда вы достраиваете гавань, в моем случае мне дадут подводную лодку. Если я где-то новую гавань в своих городах построю, то вы можете рашить вообще за Англию на морских картах только в путь. Ее точно надо банить. Не знаю, зачем их так усилили ее, но рекомендую попробовать поиграть. Увеличили стоимость технологий социальных политик с 7 по 15. Ну, что это значит? Вот видите, каждая технология как бы относится к столбцу. Вот давайте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть вот начиная отсюда, с образования, то есть с конца средневековья, потом раз, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, до конца эпохи атома. Социальные политики и технологии, их стоимость увеличена по сравнению с тем, что было до патча. Вот сейчас вы видите на своем экране график, собственно, как это выглядит. Это сделано для того, чтобы эти эпохи не так быстро проходили, как раньше. Честно говоря, я не ощутил отличия, но, наверное, разработчикам виднее. Кроме того, важны изменения. Лесопилки теперь дают два производства сразу, а не одно, как раньше были. Перенесены из машиностроения в строительство, чтобы они раньше открывались. И строить их можно не только в лесах, но и в тропических лесах. Таким образом, они становятся конкурентами шахт, что, по-моему, логично, потому что в ранней эпохе точно лесопилки вполне могли конкурировать с шахтами и выдавать столько же производства. Поэтому, если вам не завезло внезапно холмов, но есть леса, вы точно так же владеете большим количеством производства, как и люди с холмами, что делает игру более сбалансированной. Кроме того, лесопилкам теперь будет добавляться производство после открытия технологии стали варенья и после технологии кибернетика. Правда, если раньше лесопилки в лесах, которые находились на реках, давали дополнительное производство, теперь это убрали. Но и сейчас прокачка лесопилок очень хороша, благодаря этому появляются новые стратегии развития. Кроме того, улучшили каменоломни и пастбище. Так, например, каменоломни будут давать плюс одно производство, как построенный, потом производство дополнительно после открытия пороха, потом после открытия ракетостроения и после прогнозирующих систем. Пастбище будут давать плюс одно производство и половину жилья, потом плюс одну еду после открытия цивика исследования, плюс производство в стандартизации и производство в прогнозирующих системах. Это сделано для того, чтобы игроки меньше вырубали скот, овец, камни, а больше их обрабатывали и использовали, чтобы вырубка этих ресурсов происходила только тогда, когда это действительно требуется. Чтобы игроки чаще строили третье здание в районах, то есть биржи, морской порт, лаборатории, центры вещания и так далее, их стоимость уменьшена приблизительно на 20%. Кроме того, они теперь дают больше выхлоп при электрификации. При этом увеличен доход от зданий второго уровня, так, например, мастерская раньше давала 2 производства, теперь дает 3. Ну а при электрификации раньше фабрика давала просто 2 производства, а при электрификации 5, теперь она дает 3 производства, а при электрификации 6. Но самое важное, по-моему, с районами это изменение бонусов соседства для промышленного района. Как было раньше, плюс 1 за каждые 2 соседних района и по единице за каждую шахту или каждую лесопилку. Было просто решать, вы видите вокруг холмы, ставьте куда-нибудь в центр холмов промышленную зону, в будущем вы там построите шахты и вот вам большой бонус за соседство. Это ушло. Теперь каждые 2 лесопилки рядом или каждые 2 шахты рядом будут давать дополнительно 1 производство. А вот что дает много производства промышленному району, так это акведуки, каналы и дамбы. Каждый акведук рядом с промышленным районом даст плюс 2 к производству. Каждая дамба тоже плюс 2 и каждый канал тоже плюс 2. Кроме того, соседство со стратегическим ресурсом будет давать плюс 1. Вот в данном случае у меня промышленная зона рядом с акведуком, как видите, плюс 2. В Каире соседняя каменоломня, соседний район и соседний стратегический ресурс дают по плюс 1. Стратегический ресурс это железо. Соседство с районами это вот эти 2 района, потому что каждый по 0.5 дает. И каменоломня плюс 1. Да, каменоломни тоже дают плюс 1. А шахты теперь по 0.5. Слегка изменили специалистов, хотя я считаю над ними надо больше работать, потому что довольно, ну не так часто игроки ими пользуются. Раньше специалисты в гаванях давали 2 золота и 1 науку, каждый специалист. Теперь они дают 2 золота и 1 еду. А военный лагерь дает плюс 2 золота и 1 производство от специалиста. Раньше давал 1 культуру и производство. Внимательный зритель мог обратить внимание, что тут у меня показывает 6 золота и 6 пищи от 3 специалистов. Хотя я сказал, что специалисты дают 1 еду. То есть по идее должно быть 6 золота и 3 пищи. Дело в том, что теперь поменяли доход от специалистов в зданиях последних эпох. То есть каждое третье здание, в нашем случае это морской порт, в кампусе это лаборатория, в военном лагере, военная академия, в коммерческом районе это биржа, будут еще что-то добавлять специалистам. В случае вот с гаванью морской порт дает плюс 1 еду каждому специалисту. Поэтому построив морской порт, вы получите еще 3 пищи, кроме тех бонусов, которые дает морской порт, от использования специалистов. Построить лабораторию она даст плюс 1 науку специалистам. Давайте перейдем в ЛИЦ, посмотрим, как тут специалисты. Вот сейчас, если я поставлю тут специалистов, они будут давать 9 науки вместо 6, как было бы без лаборатории. Изменили дипломатическую победу, но странное дело, в патчноуте написано, что требуется 25 очков теперь для дипломатической победы. В игре же их 20. Ну, видимо, стоит верить игре, потому что здесь так высчитывается. Но как теперь дают эти очки дипломатической победы? Их можно, конечно, получить через голосование, где конкретно написано, выигравший игрок получает 2 очка дипломатической победы. Но теперь, если вы голосовали за ту резолюцию, которая была принята, то вы получите 1 очко дипломатической победы. То есть, если я голосовал за то, что не начисляются очки великих людей, великого музыканта, и она прошла, я получаю 1 очко дипломатической победы. Если я голосую за то, что торговые пути проложены к выбранному игроку, в данном случае ко мне, к Виктории, и эта резолюция проходит, то я получаю 1 очко дипломатической победы. Поэтому в каждом голосовании вы можете что-то получить. Ну и дополнительно, некоторые чудеса теперь больше дают очко дипломатической победы. Статуя свободы дает 4 очка дипломатической победы. Дворец Патала дает 1 очко дипломатической победы. Храм Махабодхи дает 2 очка дипломатической победы. Но я все еще считаю, что это самая сложная и, честно говоря, по-моему, не самая интересная победа. Во-первых, потому что в резолюциях, в той резолюции, которая дает плюс 2 очка, там же можно и проголосовать, чтобы она отняла 3 очка дипломатической победы. Это хороший инструмент для того, чтобы не дать людям победить в сетевой партии. Кроме того, против компьютера, когда играешь, он очень странно голосует. Вот, несмотря на то, что во время голосования там появляются некоторые подсказки, но он реально может голосовать за такие вещи, которые от него не ожидаешь. Да и резолюции, вот эти рандомные резолюции, которые предлагаются на Конгрессе, они очень странные. Кстати, несколько резолюций добавили, там есть запрос на военную помощь, резолюция по шпионажу, чтобы некоторые операции лучше проходили, резолюция на публичные отношения, чтобы претензии были, вот в стриме за Канаду, как раз против меня она прошла. Но все равно я считаю, что дипломатическая победа на данный момент выглядит, ну, скучновато, просто она какая-то странная. Вот не чувствуешь вот этого дипломатизма, который, например, в той же пятой циве был, когда ты набирал очки голосов, когда за тебя голосуют, то есть ты сузеренил города-государства, они за тебя голосовали. Здесь этого не ощущается. Изменили набор очков для выхода в разные века, там, в золотое, в нормальное, особенно это чувствуется в начале. Если раньше до нормального века требовалось 12 очков, а потом 12 очков до золотого, то теперь требуется 8 очков до нормального и потом 12 до золотого. То есть шанс выйти в нормальный век намного выше стал, ну и до золотого, соответственно, ближе. И дальше точно так же скалируется. То есть в темном, чтобы остаться в темном веке, для этого надо сильно постараться. Добавили устремления для поздних эпох, ну и, соответственно, карточки для темных веков тоже поздних эпох. Я на них не буду останавливаться подробно. Они связаны с большими и человекообразными роботами, с концертами. Особенно понравится тем, кто не любит, когда рок-группами у вас отжимают города. Так, новая политика темных веков «Сила цветов» будет давать 100% туризма от концертов всем невоюющим цивилизациям, но при этом 100% стоимости производства всех юнитов, кроме рок-групп. Это как раз для тех, кто пытается победить через рок-группы. Зато есть карточка, это не в темных веках, а просто появится карточка, которая запрещает концерты рок-групп на вашей территории. Вот эта политика открывается в космической гонке, называется «Музыкальная цензура». Ваша территория закрыта для рок-групп других игроков. Правда, при этом вы получаете минус 1 единицу удовольствия во всех ваших городах с 10 и более единицами населения. Нормальная цена за то, чтобы к вам не приходили рок-группы. Причем она появляется раньше, чем политика на выбор любой прокачки для рок-групп. То есть она практически сразу после рок-групп появляется. Ну и отмечу небольшие изменения в дереве технологий. Теперь для открытия стремени вам потребуется ученичество, их объединили. Вот это я прочувствовал в игре, действительно в рыцари не так быстро теперь можно выйти. Кроме того, объединили стандартизацию и химию. Теперь химию без стандартизации не открыть. Вот это, ну, немножко не ощущается, честно говоря. Самолеты все так же быстро открываются, как и раньше. Хорошенько поработали над религиями, особенно над пантеонами. Ну, во-первых, обратите внимание, опять же, интерфейс, как хорошо теперь смотрятся все религии. Кроме того, выбор религии теперь вот с таким выпадающим списком здесь слева появляется, а не в центре всего экрана, как раньше. Удалили пантеон богини урожая. Все, его теперь нету. То есть самый популярный, по-моему, пантеон, который был. При вырубке чего-либо вам давалась куча веры. Его теперь просто нету. Изменили пантеоны, например, Искра Божья. Если раньше он давал плюс одно очко великих людей просто от наличия района, то теперь в этих районах надо построить что-то. То есть плюс одно великого человека будет даваться, если, например, в кампусе библиотека построена, в театральной площади амфитеатр построен, и от священного места будет даваться. От коммерческого района он теперь не работает, так что немножко ослабили его. Изменили пантеон бог ремесленников. Теперь он дает одно производство и одну веру на улучшенных стратегических ресурсах. А вот богиня земли, мой любимый пантеон, который раньше был, теперь работает на тайлах с потрясающим престижем. Раньше он работал на тайлах, начиная от престижа притягивающей выше, поэтому он работал практически везде. Теперь вот только на этих, видите, темно-зеленых, а это уже не так много. Правда, теперь он дает от этих тайлов не одну веру, а две, но теперь его вряд ли часто будут брать, прямо вам скажу, потому что потрясающий престиж не так часто появляется, и, ну, в общем, тоже ослабили. Изменили богиню охоты. Теперь она дает одну единицу еды и производства от лагерей. Удалили устные традиции, а богиня праздниц дает плюс одну культуру от плантаций. То есть практически как в пятой циве стало. Очень сильным для начала игры сделали пантеон религиозные поселения. Я его как раз брал в этой игре. Он дает, ну, границы расширяются на 15% быстрее, это, по-моему, так и было. Но при этом он дает в вашей столице поселенец. Одного поселенца дает. Для начала игры, если вы быстро открываете этот пантеон, по-моему, очень-очень неплохо. То есть вместо того, чтобы строить дополнительно поселенца и тратить на это и производство, и жители, вы просто его сразу получаете, и можете ставить город, и можете сосредоточиться на чем-то другом. Прошу обратить ваше внимание на эти религиозные поселения. Кроме того, изменили обряды плодородия. Они дают плюс 10 росту города и бесплатного строителя. Не так, конечно, классно, как бесплатный поселенец. Не думаю, что его будут брать, но если ничего другого не будет, то почему нет? Речная богиня будет давать плюс 2 довольства и плюс 2 жилья городам в священном месте рядом с рекой. И добавили новый пантеон богиня огня, который дает плюс 2 веры на тайлах с вулканической почвой и геотермальными источниками. Так что если вы появились рядом с большим количеством вулканов, обратите внимание на этот пантеон. Он в будущем будет вам давать много веры. Для юнитов, наконец-то, добавили подробную информацию прямо на нем. Если вы будете наводить на иконку юнита, здесь будет конкретно написано все возможности этого юнита и как рассчитывается его сила, что он получает, что он не может делать, что он может делать. Так что пользуйтесь этим. Вот смотрите, красный мундир плюс 10 к боевой мощи против антикавалерийских юнитов, плюс 10 к боевой мощи на континенте, на котором нет вашей столицы и нет штрафа к выгрузку с корабля. Можно почитать про пушку, про подводные лодки. То есть все здесь написано, не надо лазить в цивиллопедию. Теперь просто наводите на иконку вашего юнита любого и расписывается, что он может делать. Вот отлично, например. Может захватывать побежденные корабли противника. Плюс 20% опыта от маяка и плюс 20%. Так что пользуйтесь вот этими всплывающими подсказками. Смотрите, что ваши юниты могут делать, на что они способны, вместо того, чтобы лазить в цивиллопедию. Это давно надо было сделать. Об этом говорил, что шестая цива очень неочевидна во многих вещах. И вот эти все всплывающие штуки должны были давным-давно быть в ней. Почему это только сейчас добавляется, очень странно. Но, опять же, вы можете видеть, как ваши юниты, что они могут сделать и на что они способны. Морским юнитом увеличили защиту от воздушного нападения. Потому что раньше корабли, даже современные корабли, все равно очень легко разбирались самолетами. И это одна была из причин, почему самолеты ультимативное оружие. Зато исправили совершенно правильно требования некоторых юнитов к ресурсам. Так, керосиры... Так, где они тут дальше были? Керосиры раньше требовали селитру, теперь они требуют железа. Помните, я вам рассказывал, что почему-то, начиная с возрождения, просто ультимативно требуется везде селитра. Что, по-моему, по-дурацки было сделано. Вот, например, керосиры требуют железа, что совершенно верно. Кавалерия требует лошадей, а не селитру. Казаки, ну, то же самое и с казаками, не селитру, а лошадей. Гусары требуют не селитру, а лошадей, что совершенно правильно. Ядерная подводная лодка больше не требует урана в ход для своего содержания. Для некоторых уникальных юнитов снижено необходимое количество стратегических ресурсов. Наконец-то доработали эти славные тараны и осадные башни, с которыми мы боролись вообще с самого начала. Помните, мы их запрещали использовать после возрождения, потому что можно было присоединить осадную башню или таран к танку и уничтожать современные стены. А решение очень простое было, собственно, и сейчас оно воплощено. Теперь таран работает только против стен Древнего мира. То есть, если стены уже Средневековья стоят, то таран просто не работает. Потом таран повышается в осадную башню. Таран повышается в осадную башню. И осадная башня работает только против стен Древнего мира и Средневековья. То есть, против стен Возрождения и далее против городских укреплений уже осадная башня и тем более таран просто не могут работать. Ну и осадная башня дальше повышается в Медика. Почему для этого понадобилось 2,5 года для такого изменения баланса, мне непонятно. Кроме того, тоже я вот играл сейчас на Божестве. Опять же, повторюсь, можно было привязать осадную башню к танку и нападать на город. Теперь таран и осадная башня работают только с юнитами ближнего боя и антикавалерийскими юнитами. То есть, с кавалерией, с морскими юнитами. Да, так раньше было, подводишь таран к городу и атакуешь морским юнитам и таран почему-то действует на морских юнитах. Они не действуют. То есть, таранами и осадными башнями можно атаковать только дуболомами, мечниками, мушкетерами и так далее. На рыцарей, на летучие отряды, на каравеллы, на кирасиры и так далее. Оно не действует. Наконец-то поправили великих людей, когда у вас шли лишние очки. Например, с пророками или с учеными, когда было все взято. Теперь, если игрок не может накапливать очки великого человека, то они просто конвертируются в веру в пропорции один к одному. То есть, если у меня сейчас капают очки великого пророка, они идут в веру. Вот, смотрите, 19, видите, сверху написано, плюс 19 из-за переизбытка очков великих людей. Тоже давным-давно это надо было сделать. И то же самое касается проектов. Проекты молитвы в священном месте, если у вас уже взят пророк, будет давать больше веры, если пророка нельзя нанять. Изменили письменные шедевры. Раньше они давали 4 культуры и 4 туризма, теперь они дают 2 культуры и 2 туризма, меньше. Просто имейте в виду. И поправили один город-государство, Антона Нариву. Он давал 2% культуры, плюс за каждого нанятого человека великого. Там можно было набить, конечно, дофига культуры. Теперь есть предел. Не больше 30% культуры. Ну, в общем-то, вот и все из самого важного. Если я что-то упустил, добавьте в комментариях. Ну, что-то важное, потому что тут были некоторые мелочи, которые я просто решил не обращать внимания. Типа того, что у современной ПТ-команды, например, увеличили очки перемещения с 2 до 3. Хороший патч. Доделывают игру. Ну, наконец-то стали именно заниматься балансом, потому что это все касается баланса, а не каких-то свистелок, перделок и красоты. Единственное, повторюсь из того, что вот я перечислил, мне все еще не устраивает дипломатическая победа и вообще конгресс, как реализован. Все-таки как-то, ну, слишком рандомно, что ли, как-то случайно это сделано. По-моему, странно. Во всем остальном очень прикольно. Ваши впечатления жду в комментариях. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.